Привет, друзья! Продолжаю создавать свой зимний поп-ап-альбом и приглашаю вас рассмотреть еще одну страничку с интересным поп-ап элементом. Но чтобы не пропустить новые интересные видео, обязательно ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых видео. Сегодня будет страничка, состоящая из двух открывашек. В одной из них будет спрятан всплывающий элемент. Но если вы впервые на моем канале, напоминаю, что мы создаем поп-ап-альбом. Остальные видео из этой серии можно посмотреть по ссылкам в описании, либо во всплывающем окошке будут подсказки. Приступаем! Как я уже и говорила, моя страничка будет состоять из двух открывающихся элементов и страничку я начну с их создания. На самом деле создать их очень просто. Я беру, как уже использовала в своем альбоме, крафт-картон и вырезаю две схожие по размерам странички. Размер у них будут 16,5 на 18 сантиметров. У каждой из страничек я ставила клапан в 1 сантиметр, за который и буду как раз-таки приклеивать картонки к основной страничке альбома. То есть данные странички мы бегуем по расстоянию 18 сантиметров и сама страничка, которая будет открываться, будет размером 17 на 16,5 сантиметров. Пока все очень просто, я думаю. Вот так быстро удалось у меня их приклеить и здесь я решила сразу же приклеить магниты и скраб бумагу краем странички, чтобы уже более-менее уже виделось красивое оформление. Магниты я устанавливала на верхней части одной из страничек и уже магниты для нижней странички крепила практически у основания второй странички. Брошу прощения за тавтологию, но надеюсь, что все понятно. Каждый магнит я хорошенько промазала клеем, затем заклеила каждый магнит малярным скотчем, чтобы если что магнит не убежал, и уже потом все оформила скраб бумагой. На нижней страничке я не нашла цельного листа бумаги и решила симпровизировать. Если у вас, к примеру, не достает листочков бумаги и в самой бумаге есть бордюрный рисунок, можно составить сборный фон, то есть сначала приклеить бордюнную полоску, а уже затем фоновый лист. У меня уже почти вырисовывается картина, и теперь мы приступаем к самому поп-ап элементу. Для него мне понадобится сама картонка для фотографии размером 11 на 16 сантиметров. Еще два прямоугольника. Один из прямоугольников нам нужен размером 7 на 15 сантиметров, второй прямоугольник нужен размером 6 на 9. Картонку поменьше бегуем на расстоянии 1,5 сантиметра и 7,5 сантиметров. То есть с каждого края откладываем по 1,5 сантиметра. По ширине чертим линию на расстоянии 1,5 сантиметра, 3 сантиметра и 4,5 сантиметра. Боковые квадраты, которые я отметила крестиком на видео, нужно вырезать. Они нам не нужны. Дальше бегуем те створки, что у нас получились. Это я делаю прямо на доске для беговки. Но если вам неудобно, можно пройтись на коврике палочкой для беговки и линейкой. Также те два квадратика, что остались у основания с одной и с другой стороны, нужно пробеговать. А каждые углы, что остались, я немного подрезала наискосок, беря небольшой угол. Также от основания до линии в 1,5 сантиметра я вырезала деталь посередине. И теперь большие клапаны, что остались по длинным сторонам, я загнула как бы внутрь детали и приклеила их. Вот такая деталь у меня получилась. Дальше следующий прямоугольник. Бегуем по длинной стороне на расстоянии 3 сантиметра и откладываем от 3 еще 3,5 сантиметра. С другого конца я пробеговала деталь еще раз на расстоянии 1,5 сантиметра. И теперь сгибаем деталь по сгибам. А также нам нужно еще поставить кое-какие метки, чтобы соединить первую деталь со второй. С того края, где мы откладывали 3 сантиметра, от края откладываем 1,5 сантиметра. От 3 сантиметров отложим еще 1,5 сантиметра. Чертим линии, а также и на беговочных швах. По длине ставим метки на детали в 2 сантиметра, 3,5 сантиметра и 5 сантиметров. Чертим линии до второй беговочной линии. И теперь места, где я чуть сильнее отметила карандашом, нам придется вырезать. Ну или сделать небольшое отверстие. Сюда и будет вставляться наша первая деталь. Каким образом, я также показываю на видео. Но давайте попробую объяснить. В одну руку нужно взять одну деталь, немножечко сгибая по беговочным швам. Вторую деталь нужно как бы разделить и ножку одной установить в одно отверстие, которое мы только что вырезали, а вторую во второе. С оборотной стороны первую деталь нужно как раз таки приклеить за эти ножки. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И вот такая хитрая, ну или не хитрая конструкция у нас получилась. Разместим ее на странице. Я буду приклеивать ее за нижний клапан второй детали. Всегда визуально можно поделить странички напополам. Но если у вас с этим плохо, так же как у меня, всегда можно воспользоваться линейкой. Приклеиваем деталь так, чтобы начало ее смотрело как бы вниз странички. Дальше деталь нужно как бы сложить внутрь, так как бы она смотрелась при закрывании. И нанести клей на маленькое расстояние первой детали у основания. Когда клей нанесен, закройте страницу. Вот так как-то будет смотреться наша конструкция. Ну и собственно ей как раз таки не хватает места под фотографию. Его мы подготовили в начале. Внутрь на свою подложку я еще посадила скраб-бумагу с уголками для фотографии. Размещаем подложку на нижней части закрывающейся странички. Визуально я так сделала все на глаз. Промазать нужно одно основание у конструкции, которое я показываю на видео. И также закрыть страничку. Как я всегда повторяю, по несколько раз проверяйте, открывайте конструкции, чтобы посмотреть все ли у нас ровно. Все ли открывается и закрывается. И когда все готово, я решила украсить еще одно место под фото, но уже на верхней открывающейся страничке. Декор у меня по-прежнему простой. Для начала установила место под фотографию. Я использую нож от Эко Пейпа. Дальше рядышком наслоила бумагу. И теперь заставляю композиции. Взяла парочку домиков. Одна вырубка от Мимикат, вторая вырубка из набора. Дальше использую все те же вырубки и высечки, чипборд из коллекции. Имбирную печеньку, снежинки и обязательно заголовок странички. Продолжение следует... Ну и, собственно, вот такая страничка у меня сегодня получилась. Открывается. Раз, два. И мне кажется, смотрится конструкция очень классно. Клево и воздушно. Оставляйте свое мнение на этот счет. Также пишите, будете ли вы ждать еще выхода подобных видео. И хочется ли вам сразу после просмотра данного видео бежать и создавать вместе со мной такой альбом. Ну а мы увидимся с вами уже в следующем видео. С вами была Ксюша. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok